Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной Соломон Кунин, компания Сбер Мегамаркет. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, была сессия, вы были там спикером. Хочется узнать про тему? Ну, сегодня на пленарной дискуссии обсуждали развитие электронной торговли и логистики в новых реалиях, чтобы это не значило. Вот, наверное, темы, которые обсудили, их две, в котором практически был достигнут консенсус среди участников, это то, что электронная торговля демонстрирует такую поразительную устойчивость и жизнеспособность в условиях меняющегося мира. То есть, по сути, она является таким бенефициаром от того, что происходят резкие изменения и, в общем-то, количество продавцов, ассортимент, обороты торговых площадок, ну и, в принципе, электронной торговли, несмотря ни на что, выросли за последний период. Вот. И второй, наверное, пункт в том, что логические, логистические цепочки поставок разрушены прежние, новые в промышленных масштабах не работают, вот, и сейчас как бы крутится каждый, кто как может. Вот. Жизнь есть какая-то, вот, но этого явно недостаточно. То есть, вот в логистике точно предстоит сделать намного больше. Правильно ли я понял, что у вас представителей логистов не было на сессии, при этом вы, как бы, свои запросы пускали во вселенную или все-таки были представители логистов, которые уже думали над решением этой проблемы? Да, нет, почему были? Были коллеги из Почты России, как такого, ну, на самом деле, довольно существенного игрока, там, по любым масштабам, но, к сожалению, прям конкретных действий от них пока предложено не было. Но, тем не менее, коллеги сказали, там, честно, что работа идет, вот, и буквально вот-вот они будут готовы ее анонсировать. Ну, наверное, сейчас можно понять такую позицию, потому что, действительно, там, для создания логистического маршрута, там, два месяца, это немного объективно. Это создание в очень сжатые сроки, поэтому, наверное, там, все новые маршруты и схемы доставки, они будут появляться вот там сейчас, ну, то есть в течение лета, может, ближе к осени. Ну, потому что пока проверят маршрут, пока его, как бы, обкатают, там, нюансы его поменяют, то есть, и пока его можно будет в промышленных масштабах эксплуатировать, это занимает время, это несколько месяцев. Я надеюсь, все будет хорошо. И еще буквально пару слов от вас, всем участникам электронного рынка и, вообще, рынка в целом. Ну, наверное, сейчас, как бы, основной посыл, да, основной литмотив – это тот, у кого товар, тот и король. Ну, потому что он, по сути, правит балом сейчас, как бы, он, ну, в достаточно широких диапазонах может поставить цену, вот, и найти своего потребителя. И, наверное, сейчас вся ключевая экспертиза, вот, всех участников рынка должна быть направлена на то, где взять товар. Ну, в идеале, конечно, произвести, вот, это в идеале. Ну, понятно, что это, там, более длительный срок, вот, но, там, закупить, привезти, как бы, понять, что именно, вот, и не прогадать с закупочной ценой – это, в общем-то, залог успеха сейчас. Вот, после этого вопрос сбыта, он, как бы, ну, в меньшей степени актуален, вот, но это при условии, что не будет драматичного проседания доходов населения. Потому что тут дальше, конечно же, при условии, что есть товар, вопрос остается в спросе. То есть сейчас в моменте дисбаланс, потом все будет зависеть от спроса. Спасибо большое за интересное общение. Да, да, именно. Спасибо.